Привет! Сегодня нас ждет не просто тренировка, сегодня нас ждет настоящая внутренняя борьба. Лени с линией. Одного типа лени с другим типом лени. Сегодня, помимо того, что мы хорошо прокачаем выносливость, шагнем на следующую ступеньку в своем физическом развитии, подгрузим ноги и накачаем упругие ягодицы, еще и бросим себе настоящий вызов. Вызов будет заключаться в том, что вы встанете перед выбором закончить задание быстрее, но устать больше, либо закончить задание спокойно, медленно, но выполнить больший объем движения. Все будет на ваше усмотрение. Также, с третьей стороны, на вас будет постоянно нападать желание просто все закончить и оставить как есть. Мол, я и так уже хорошо позанимался или позанималась. Но вы справитесь и сделаете всю тренировку, я уверен. Регламент сегодня такой. Мы делаем всего лишь 120 приседаний. Для кого-то это совсем немножко, для кого-то это очень много, кто-то никогда в жизни столько не приседал. Я постараюсь задать вам такой темп, чтобы вы могли справиться с этим заданием. Но есть одно важное условие. В начале каждой второй минуты мы делаем 5 бёрпи, 5 отжиманий от пола, кто умеет, отжимается классически, кто не умеет, отжимается от коленочек, и 5 прыжков в упоре лежа. Как это будет выглядеть, сейчас покажу. Готовьтесь, таймер будет на экране. Я задам такой темп, которым постарается справиться большинство из вас. Кто-то может закончить задание быстрее, а кто-то может остаться и позаниматься еще после меня. Бёрпи сделаем в классическом варианте, без падений на пол, без прыжков. Всего 4 движения. Основная стойка, упор присев, упор лежа, упор присев, основная стойка. Все. Прыгать не нужно, падать на пол не нужно. Отжимания. Здесь все просто. Умеем отжиматься, делаем классические отжимания. Не умеем, делаем отжимания от колен. Если не умеем, не так, не так, делаем отжимания волной, когда сначала опускается бедра и живот, затем опускается грудь. То же самое, обратно. И третье движение обещанное, это прыжки в упоре лежа. Из упора лежа мы меняем положение, садимся в упор присев, так, чтобы прям сели на корточки, колени оказались немножко спереди рук, и прыжком отбрасываем ноги назад. Начинаем комплекс с того, что мы делаем третьих пятерки, таймер уже идет, и в начале каждой второй минуты мы прерываемся, перестаем приседать и выполняем три этих упражнения. Как только вы суммарно закончите все 120 приседаний, тренировка считается выполненной. Удачи! Ну что, обратный отчет пошел. Начинаем с пяти бёрпи. Три секундочки до старта. Поехали! Делаем не спеша, дышим, никуда не ускоряемся. Помним, что впереди 120 приседаний. У нас есть время, и желательно сразу экономить силы, для того, чтобы не оказаться в затруднительном положении, когда вы уже не можете работать и просто ждете, когда пройдет две минуты, для того, чтобы сделать очередной круг нашей любимой пятерки. По-моему, их шесть отжиманий сделаем. Отлично! Кто справился со мной, молодцы! Мы остальных немножечко подождем и перейдем к классическим приседаниям. Садимся так, чтобы нас колено оказалось на уровне бедра и поднимаемся. Вниз вдох, вверх выдох. Пять. Главное следить за дыханием. Всегда вниз делаем вдох, вверх делаем выдох. 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 И вот в этот момент кто-то может выбрать для себя тактику быстрых приседаний, для того, чтобы закончить задание быстрее, но, соответственно, больше устать. А кто-то может выбрать тактику выжидания, стоять, остаться на месте, ничего не делать, но тогда придется больше раз повторить вверхи, отжимания и смену положения, упор лежа, упор присед. 27 приседаний сделал я, кто работал со мной в моем темпе. Сделали столько же. Поехали дальше. 5 бёртвей, 5 отжиманий. И 5 прыжков в упоре лежа. Показали, чтобы зафиксировали положение, присели. Поднимаемся, дышим. И продолжаем наши приседания. У меня было 27. Кто работает со мной, поехали. 30. 31. 32. 33. Руки можно держать в любом положении, как вам удобно. Можно поднимать, можно держать перед собой. 40. Немножечко за гидрой. Даем ногам отдохнуть. В верхней точке пытаемся полностью ножки расслабить. 50. 50 сит. Немножечко больше в этот раз получилось сделать. Поехали дальше. Не стоим, не спим. Сразу начинаем делать бёртвей. Как прописано в договоре. 5. Отлично. 5 отжиманий. И поехали. 5 прыжков. Может быть, кто-то ушел далеко вперед. Напишите потом в конце и те, кто ушел вперед, и те, кто не ушел вперед. Сколько кругов в итоге вы работали? Сколько минут занял выполнение всего задания? Выдох. 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 Можете воспользоваться моим способом подсчета. Я и говорю с вами. И считаю повторения. Все это делаю вместе. Могу еще кого-то тренировать. Это все сколько? 13 лет опыта работы тренером. Могу сбиться максимум на одного повторения. А весь секрет в том, что я нажимаю пальчики, когда поднимаюсь. И я знаю, что на этой руке идет первая пятерочка, а на этой вторая. А это значит, что я сделал ровно 90 повторений. Делаем вдох-выдох. Один, второй. И поехали. Продолжаем. Не стоим. Пять отжиманий. И пять прыжков в упоре лежа. Чуть не забыл про самое главное. Отлично. Собственно, мне осталось сделать 30 раз. Кто работал со мной в одном темпе, вам, значит, тоже. А это значит, что есть время поправить звук. Воспользоваться секундной заминкой. И сделать 30 приседаний за оставшуюся минуту. Поехали. Кто не успеет, придется еще немножечко попрыгать в бёрфи, поотжиматься и доделать. Следующие две минуточки. И лещели за дну, смотря в каком темпе вы работали изначально. Мои 120 повторений готовы. Ребят, кто еще не закончил, продолжайте, не сдавайтесь. Сделайте честно весь комплекс, потому что я знаю, насколько велик соблазн остановиться где-нибудь на разе 50-60-м. И утешить себя тем, что вы и так сделали довольно много. И раньше вы такого не делали. И это уже достижение. Вы можете гораздо больше. Спасибо за тренировку, спасибо всем, кто ее выполнил. И тем более оставил свой комментарий, свои ощущения. Делали ли вы раньше когда-нибудь такие задания? Поделитесь, пожалуйста. Пока.